Вот это, это самая жуткая херня, которую я наблюдал, наверное. Лунтик Икс и Соник Икс завели ребёночка. Ха-ха-ха-ха! Внимание, данная игра содержит мигающие картинки, эффекты матюки, зацензуренные, и кровь, эпилептикам, беременным и впечатлительным людям, не играть. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это фанатская игра по Лунтику Икс. Ну, также, я так понимаю, здесь будут и другие всякие персонажи, типа Соника и Эггмана, потому что только что была заставка, перед тем, как я начал запись, и там они присутствовали. Так вот, дело в том, что у меня уже вроде бы была Лунтик Икс Альтернет Ворлд. Мне писали, что я уже играл в эту игру, но она обновилась. А я уже не помню, какой тут Лунтик Икс Альтернет Ворлд, какой не Альтернет Ворлд, потому что у меня все эти Лунтики Икс уже смешались в такой единый лунтиковский ком в голове. Поэтому я сейчас буду смотреть, возможно, в этой игре уже будут какие-то элементы. Ну, такой загрузки я не помню ни в одной игре, ребят, вообще. Лунтик Альтернет Ворлд Икс. Да, Лунтика мы уже видим здесь вот сбоку... А, ну это как бы этикетка разработчика, это, наверное, какая-то его аватарка или типа того. О, Соник Экзе появился, пожалуйста, я был прав, значит, я был прав. Здесь у нас будет смешение персонажей. Давайте мы сразу начнем. Выберите режим или сторону. Герой, злодей, песочница. Другие режимы скоро, ну... Герой, мы же герои, мы же герои какие-то. В общем, посмотрите, герой, блин, понимаете, великий просто, сразу видно. Так, играем за Соника. Начинаем с того, что... Ищем, где тут кнопка прыжка. Понятно, все. Кнопка прыжка у нас на Z. Убираем стрелочку, чтобы она не мешала, не загораживала. Да сдохнет уже, наконец. Да спасибо же огромное. Еще надо аккуратно, слушайте. Он... у него проблема. Не, я в такую игру точно не играл. Или играл, но тут все было иначе. Я не помню вот так... вот такого всего. Я не помню. Я хочу сказать, проблема. Он слишком быстро бежит, впереди шипы. Он постоянно, что называется, свою сраку устремляет просто навстречу к смерти. И это плохо, на самом деле. Что ты делаешь, а? Ой-ой-ой, тихо-тихо, давай-ка. Давай-ка лови. Это мне знаете, что напоминает? Игра, по-моему, Мемс Марио называлась. То есть там все время подставы были на каждом шагу. И вот здесь вот мне чудится то же самое. Ой, аж обо что? Обо что? Кто-нибудь объясните мне. Там же шипы-то я уже обошел к тому времени. Что происходит, Соник? Ты что, охерел что ли? Ты что, от плохой экологии и здоровья тратишь ни с того ни с сего? Загазованный воздух или что? Блин, ну тут понятно. Тут подстава такая типичная была. Смотрите, колечки прямо на меня прыгают. Это хорошо. Крутые самонаводящиеся колечки. Пока что мне нравится игра по геймплею. Она достаточно интересно проделана. То есть нет какого-то особенного отличия от обычных Соников. Кроме того, что... Там быстрее обычно все. Но тут как бы... Геймплей присутствует. Геймплей, ребята, присутствует. Челлендж присутствует. В обратную сторону идти? Да. Нажимаем. Глупый Соник. А-а-а-а! Чё-то такое... Вот теперь я чё-то такое вспоминал. Была какая-то такая игра, да. С этой вот музыкой. Ты попался на мою ловушку. Осталось тебя перевести на базу. Стоп! Я забыл колечню. Надо бы вернуться. Через 14 минут. Было это. Было, было, было. Всё, ребята. Этот диалог я вспомнил. Я вот не помню, что это за видео. Вы знаете... Я... Я, наверное... Нет, я не оставлю на него ссылку в подсказках. В правом верхнем глупе, что я реально не помню. Я не найду. Ищите сами. Где-то в плейлистах Экзе определённо есть вот предыдущая версия этой игры. Вот. С вот этими всеми диалогами. Со всей этой ситуацией. Только там было проще, наверное, сюда добраться. А зубы чистить надо Соник Экзе. Я тебе уже говорил в какой-то серии. Ты посмотри. Посмотри, какие они жёлтые. Ну что ж, теперь можно и забирать этого синего... Возвращайся, чувак, не лети туда. Не лети туда, Эггман. Я тебя заклинаю, не надо. Сука, где он? Да вот он. Вот он. Как тебе? Вот бы... Завертело. Туса. Эггман тусит, ребят. Его плющит и колбасит. Блин. А3200 сломался. Придётся идти пешком. Ничего, ничего. Потерпишь как-нибудь. Дойдём. Дойдём. Я в конце концов за тебя играю. А, да-да. И он попал во вселенную Лунтика. Точно-точно. Было. Вот это всё... Вот это всё я в принципе помню. Вот это всё я в принципе помню уже. Сейчас он, по-моему, придёт туда и... Похоже, он телепортировался со мной. Надо рассказать всем в этом лесу. О чём рассказать? Подожди. А, о том, что этот монстр вместе с тобой... То есть, вот увидев вот этот вот забрызганный менструальный цветочек, ты решил, что это он обязательно. Да, может тут какой-то местный лунтиковский чикатило орудует. Котик, что ты здесь забыл? Мяу! Чё за херня? Этот уровень ещё не доделан. Иди к Санке, он даст молочка. О, ну это не проблема. Давай. Здорово, чувак. Давно не виделись. Такого 100% не было. Это обновление определённое. Я бы запомнил нечто подобное. Санке, ты хоть бы его по голове погладил. Я не знаю. Что ты такой стоишь унылый, хладнокровный? Что думаешь, молочка налил и всё? Мяу! Молочка налил и всё. А ласки мне? Мяу! А ласки, котику ты пидарас. Прикольные каналы. О, это я, да. И ещё куча людей. Никого не знаю почти. Кого-то как будто бы видел, но не уверен. Котик, слушай, в смысле? Опять что ли? Подождите, а сейчас обязательно? Обязательно сейчас молочко по... Блин, а? Ну ладно, хорошо. Котиков много не бывает. Котиков на Ютубе любят, я это знаю. Знаете, если бы были 10 заповедей Ютуба, первая заповедь была бы вставлять в видео котика. Поэтому 100% это хорошо. Это хорошо, это как минимум неплохо. Аватарки Декарта тоже много не бывает 100%, поэтому... Чё тут говорить? Так, давайте всё. В обратную, значит, сторону идём. Нам нужно возвращаться, предупредить всех в этом лесу. Нихрена себе, ты быстрый! А я помню в этом. В спирите оф хелл у него зачем-то вот этот вот прыгающий ранец. Нахер он ему нужен? Вы посмотрите, он как сраная стрекоза. Ну, правда, для стрекозы он, конечно, слегка жопта. Он сейчас должен был меня поймать. Давайте, вот всё, я не прыгаю, я просто иду вперёд. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Брюхо вправо-влево, вправо-влево. Пуговицы вот эти, видите, да? У меня такое ощущение, что у этих пуговиц сейчас просто в них проснётся какое-то собственное сознание, блин. Экзектор тебя догнал. Чтобы не умереть, уклоняйся от него одну минуту. О, пожалуйста, видите, продолжение пошло. Окей, да. Да, автор, смотри, не рассчитал ты. Тебе тут надо сделать так, чтобы... Он забрал твою душу. Я бы сказал, он забрал твою тушу, чувак. Это туша самая натуральная. Как же тут грамотнее уклоняться? Нужно постоянно... Блин, а, слушайте. Я помню, что у меня были проблемы вот с этим вот конкретным левелом ещё раньше. Теперь в обратно... Нет, нет, нет. Давай. Оп! Я не могу перепрыгнуть. Он не перепрыг... Вот. И тут тоже, кстати. Сейчас, надо от края именно научиться перепрыгивать. Не получается, смотри. Значит, от края не получается, тогда только вот так остаётся, да? Вот так. И вот... Чё делать? Всё, это конец, да? Сейчас. Недалеко, значит. Недалеко тогда, значит, оббегать надо. Очень сложно, ребят. Вот это реально хард. Это пошёл хард. Я не знаю, как этого достичь правильным образом. О! Смотрите. А почему? Почему это вышло у меня в этот раз? Что я не так сделал? Вернее, что я сделал так, чего делал тогда не так. Вот такой вот. Блин, он забрал твой... Он не душу забрал. Он... Он его ляжки поганые, жирные, короткие забрал, понимаешь? Вот сейчас, наверное, получится. Я уже держусь. Я думаю, секунд, наверное, ну, там, 40 точно. Поэтому осталось ещё секунд 20, и всё. И протянем уже. Давай, давай, уже хватит. Уже хватит своим пальцем меня тыкать. Неприлично показывать пальцем на жирного человека. Я стараюсь похудеть, как могу, чувак. Перестань. Я стараюсь. Я ем уже по 5 сникерсов в день. Не по 7, как раньше. Давай, всё. Убери свой вонючий, наглый, поганый пальчик. В конце... Ну, что такое незаконное? Минута уж было написано. Сколько же? Что, это самая долгая минута в моей жизни, блин, в конце концов? Хватит уворачиваться, трус. Поскольку ты продолжаешь уворачиваться, мне придётся быстрее двигаться. Очень страшно. Ну, не надо, может, быстрее. Что происходит? А в чём быстрота? То же самое вроде бы. Только единственное... Фон, типа... Фон мешает мне разглядывать. Ребят, стало легче. То ли я привык, не знаю, то ли что, но стало реально легче. Я не вижу, чтобы он быстрее двигался, абсолютно. Это... Это просто какой-то беспонтовый трендёж, чувак. Ты меня обманываешь. Музыка, музыка, музыка играет достаточно суровая, экшённая. Экшённая музыка играет такая достаточно. Я всё прыгаю, прыгаю, прыгаю. О, Хэггман, блин, ты должен в дюймовочку превратиться после этого дерьма, серьёзно. Я в жизни столько не бегал, как ты сейчас. А у меня веса, знаешь ли, поменьше намного. Раза так в четыре. Так, давай-ка. Оп. О, мой сатана, хватит уворачиваться. Скучно же драться. Ладно. Тебя я сейчас по-быстрому убью, ну и потом с другими буду веселиться. А чё ты бодаешься, как козёл? Чё ты башку свою наклонил? Привет, ты кто? Привет, ты кто? Добрый лунтик-метатель ножей, ребят, да. Привет. Я доктор-роботник, также известный как Эггман. И да, спасибо за помощь. Да, без проблем, бро. Кстати, откуда ты в нашем лесу? Ну, тут долгая история. Меня сюда телепортировал экзектор. А, ну можно и да, можно и по-быстренькому рассказать. Экзектор телепортировал, да. Всё верно. А кто это? Ну вот, лежит как бы, чувачок. Это я. Что, думали, что я умер? Я это дух. А то, что вы уничтожили это тело Соника. Теперь вы дали возможность мне вселяться в кого угодно. О, ну я даже догадываюсь, в кого он вселится, да. О, всё-всё-всё, смотрите. I am Luntik. I am Luntik. I am Luntik. Ты умер от взрыва чего? Какого взрыва? Так, чё, надо куда-то бежать сейчас? А, надо отбегать, да? Сейчас. И что мне делать? Если его опять убить, то он просто перейдёт в другое тело, а старое сгниёт. Нужно подумать, что делать и освободить Luntika от него. Блин, он классно прыгает. Мне очень нравится его анимация. Знаете, когда кто-то вот с таким вот брюхом вот так вот прыгает? Это реально... Он как говорит, yeah, yeah, I'm the coolest guy on the earth, motherfucker. А, вот где ты, предатель, готовься, сейчас будет мясо. Эггман, я предлагаю тебе переходить на вегетарианское питание. Мне кажется... Ой! Чё это такое? И чё мне делать теперь? Я не понял. Не, через него не перепрыгну. Это, это гилдень слишком большого роста. Уж, уж извините. Надо, надо просто валить нахер как можно дальше. Давай, давай, запрыгивай, запрыгивай. Быстрее закрыть дверь. Ух, ну давай. Чем ты? Картонка какой-то сраной? Аха-ха, я успел, экзектор. Ещё так. Дэ-дэ-дэ сделай, да. Шершуля, иди проверь, кто шумит. Эм, давайте проверим. Иду, капа. А, это ты, Шершуля. Ты кто? Что ты делаешь, нахер? Я Эггман, и давай тише, а то он нас услышит. Кто? И вообще в этом доме я хозяин. Слышишь, а чё ты бодаешь лапками? Кто себя так в гостях видит? Да тише, он нас найдёт, убьёт. Да кто? Ну кто, блин? Чикатило, блин. Ну, понимаешь? Да заткнись, какая тебе разница? Экзектор, который вселился в лунтика. Экзектор, понимаешь? Экзотер? Ладно, и в кого он вселился? В лунтика? В моего сына? Давай. Нельзя, он слишком силён. Он тебя за изи убьёт. Нужно разработать хорошую план машину. Ладно, если хочешь, можешь зайти в подвал. Там много железяк. Можешь из них делать машину какую-то. По-моему, ему уже хватит, на самом деле, план разрабатывать. Мне кажется, эта пчела уже всё разработала, все планы, какие только можно. Он думает, что существо с луны, это его сын. Охерее, это ж чего надо было принять? Через 8 часов. Вот эта музыка меня прикалывает. Я её постоянно в всяких фанатских играх слышу. Это по-любому откуда-то из какого-то Соника. Наверняка. Наконец-то я его сделал. 8 часов работы ушли не зря. Ну что, экзектор, сейчас будет мясо. Так, давай, понеслась. Вот, я помню, когда я тогда снимал, я даже на этом закончил серию, между прочим. У меня на 2 серии делился этот, эээ, этот лунтик-икс. Я помню, что я тогда сказал, всё, увидимся, всем до встречи, всем пока. Потом продолжил с этим, эээ, на этой машине. То есть, осталось минут 10-15. Да, ну окей. Вижу, всё это время ты не сидел на месте. Давай устроим битву. Как брутально моргает лунтик-икс, чёрт возьми. Я сейчас обоссусь от одного этого. О, понеслась. Пошёл металл. Так, огненный шар. Давай, давай, это... Какое брутальное зрелище-то, ребята, а? Давай ещё один огненный шар. Нормально. Ой, слушайте, как-то мало отняло в этот раз. Кулак. Ну-ка, кулак попробуем. Кулак вроде неплохо, да? Починка, да? Починка нам нужна. Окей, давайте чиниться. Тут, я надеюсь, будет не такой геморрой, как в последних лунтиках-икс, в которых я играл. Там вообще нужно было лечиться по 10 минут. Ты чё делаешь? Это... О, хорошо, смотрите. Хорошо меня починило, нормально. Давай, давай, давай. Ну, до максимума дойдём. Дошли до максимума. И сейчас кулак. Кулак, кулак, кулак. На поморде. Вот и прекрасно, смотрите. Как замечательно, да? И ещё на поморде. Два раза долбанули. Я думаю, теперь можно и принять такую, значит, механическую пирюльку, да? Блин, а чё тебя так плющит, объясни? О, всё. Сейчас опять. О, отлично. Вот зато он вот так делает, вот он молнией своей тебя продырявливает, и потом ты на максимум чинишься, я заметил. То есть, в принципе, продолжай в том же духе, чувак. Мне нравится. Неплохо. Огненным шаром попробуем для разнообразия. Фу, срода! Да, там как-нибудь так. Хотя, вы знаете, дракон у нас какой-то такой, довольно немощный с виду, но... Нихера себе ты, метатель. Давай ещё. Вот огненный шар. И... Десять осталось. Да, ну это один кулак, ребята, и всё. До свидания. Как ты меня одарил? Ааа, нет! Ну как я тебя одарил? Ты себя видел вообще? По сравнению, меня на себя сравни, блин. Шер, тащи сюда эту машину. Вот, бери. А, это типа как охотники за привидениями, что ли, да? Вот они подкладывали там под призраков. Это то же самое, только мы... Это надо подкладывать под экзекторов. Охотники на экзекторов, да? Спасибо, что спас меня. Охеренный был ритуал спасения, да? Не за что. Да и вообще я должен был это сделать. Да вы задрали уже нахер посылать меня. Всё, вы меня довели до предела. Прощай. Хукин. Хукин Хадукин, блин. Да, давай. Что ты с ним сделал? ЕБТ. ЕБТ. Это такая интересная аббревиатура. Эй, божественный тиран. Да так, ничего особенного. Ну и ладно. Лунтик, ну ты и терпила. Что значит, ну и ладно? Ты должен был ему отомстить за меня. Что ты ему сделал? Да так, ничего особенного. Ну и ладно. Где я, Блэд? Где я, Блэд? Дай мне от глюка в таблет. Потому что это какой-то капсдет. Полный, полный пипет. Ну посмотрите на это говно. Эрор, ошибка. Эгроб. Точечки, точечки. Погнали. Точечки, куча точечек. Всё мелькает, всё мельтешит. Но предупреждение эпилептикам было. Так что, ребята, я надеюсь, что вы все вняли те, для кого это проблема. Но делать нечего. Ничего нельзя сделать. Я как бы не могу ни пойти никуда, ничего не нажать. Опа. Что-то появилось. Соник Экзе. Он что-то пишет. Там очень, очень плохо видно. Скучно. А матом поливать уже надоело. Короче. Карач бы. А! Так. Окей. Я себя отремонтировал. Подождите. Сейчас. Я снова тогда. Пила. Не, ну слушайте. Пила как-то что-то хреновое. А есть что-то пожёстче. Determination. Тоже, тоже слабенько. Слушайте, это сильно долго нафиг. И он постоянно лечится. Да что за фигня вообще? Вы что, гоните? Ремонт. Да какой тот нахер ремонт? Нет, это должно раньше закончиться. Не может так долго быть. Это же от скуки можно помереть нафиг. Ну я его пока пилю-пилю, но... Как бы... У всякого терпения же есть предел, да? Ремонт. Вот ремонтируем, ремонтируем. Вот такие вот битвы, они должны быть не очень длинными. Потому что когда они долгие, это нудно становится. Очень становится нудно смотреть, как он трахает воздух, понимаете? 10 минут напролёт. Или сколько мы будем этим заниматься, я не знаю. Давай ещё пилой. 5 тысяч 100 там, да? 5 тысяч 33 нормально. Решимость у тебя! На него решимость вообще ни хера не действует. Как-то всё это слабенько. Всё это очень и очень слабенько, ребята, я вам должен отметить. Я тут, кстати, под конец битвы заметил, что он на меня посылает каких-то рабов-соников. Посмотрите, у него там целый, я так понимаю, склад этих товарищей, которые любят своей жопой крутить. И вот, видите, напал только что опять. Очередной раб-соник пролетел. Ох, экзектор, экзектор, сраный ты рабовладелец, что ж ты творишь? Давайте, уже осталось, наверное, не так много, да? Но у него как-то здоровье не сильно торопится уменьшаться, вы знаете. У меня вот прям опустошается мигом шкала, посмотрите. Смотрите, уже он всё здоровье выбухал оттуда. Ух, блин, как ты убил! И да, я поставил на самоуничтожение два мира. Ой, что? Голосом девочки. О, портал мой мир, теперь я могу вернуться. Робот, убийца, огромного размера, говорит голосом девочки. Ребята, я хочу это в озвучке увидеть. Вот жалко, что автор игру не озвучивал. Я бы это послушал, как он голосом девочки говорит. А ты откуда здесь? Я же поставил на охрану зверушек. Окей, сейчас тебя так отзерушу, у тебя жопа будет красной. Прям как твоя, да? Так, Блэд, Кнуклис, у нас мало времени, чтобы, блин, базарить. Сейчас разрушаются два мира, и чтобы их спасти, мне нужен твой мастер изумруд. Окей, на, только Блэд потом вернёшь. Да-да, обязательно. А если вдруг на нём будет пятно, я даже тебе не скажу, что, знаешь, так оно и было. Вот эта вот стандартная отмаза. Когда ты кому-то даёшь там свой картридж или диск, он потом говорит, так и было, а он такой и был в таком состоянии, чувак. Фух, теперь-то я покончу с этим кошмаром. Так, значит... А, он это сам делает, он сам кончается кошмаром, это хорошо. Чё? 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 Что? На что я смотрю, блин? А, это, это ребёнок Соника Экзэ и Лунтика Экзэ, да? Вижу, ты сделал оружие для того, чтобы восстановить ту катастрофу, но сейчас будет бэт тайм. Ай, блин, да ну нафиг, слушайте. Ну, вы знаете, это... Вот это, это самая жуткая херня, которую я наблюдал, наверное, вообще, за всю историю птипипастовских игр. Потому что... Обратите, пожалуйста, внимание на... 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 Ну... На то, как... Как совмещаются эти несовместимые вещи просто в теле этого мутанта грёбаного. Просто охереть. Хе-хе-хе. Да, ребята. Лунтик Экз и Соник Экз завели ребёночка. Вот так я, наверное, назову это видео. Может, как по-другому, не знаю, но... Но думается мне, что это будет неплохой вариант. Чё-то решимость херова опять работает. Не знаю, вот эту решимость используешь, она... Она работает реально плохо вообще. Мне... Мне прям не нравится. Прям вообще не круто. Так, давайте, наверное, мы... Вот этой, да? Вот это лучше убивает. Смотрите, я как бы лечусь, 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 а он всё равно... 1913, ну-ка, давайте смотреть. 2000... А, нет, повышается немножко. 2200. Оно повышается, но очень медленно, видите? 2400, то есть... Чтоб до максимума дойти, надо постараться. 1700, 2600, 2400, 2800. Короче, в идеале нужно один раз подлечился. Один раз вот такой стеной, да? Потом, типа, подлечился. И опять стеной, да? Вот, наверное, вот так вот и надо потихоньку менять, что называется, атаку с лечением. И так его потихонечку валить. Я надеюсь, что он отнимает во время нашей атаки у нас меньше, чем мы прибавляем себе во время ремонта. Я очень на это надеюсь, но я в этом абсолютно не уверен. Но, между прочим, мы пока его помеждаем в процентном соотношении. Видите, у него шкала уже до сюда дошла, между прочим. А у нас так... Вот я сейчас подлечусь и будет лучше. А он-то не лечится, это дебил. Нету таких ремонтных станций, чтобы вот такое вот говно лечить, да? Вот таких вот, блин, катапсового типа созданий. Таких вот сиамских близнецов. О, ребята, у меня все плохо. Так, мне нужно сейчас... Мне нужно сейчас постараться лучше. Так, давай-ка, ремонт, ремонт. Несколько раз подряд. Несколько раз подряд фигачим, друзья. Так, давай-ка, вот. Блин, мне нужно сейчас, чтобы бригада ремонтников просто вокруг собралась и прямо окучивала там, окучивала эту железяку. Реально, другого выхода просто нет. Это как бздец какой. Так, вот опять полетело какое-то говно в меня. Да что ж ты будешь делать? Еще раз полетит. Все летит, и летит, и летит. Я не могу сейчас просто, у меня не получается. Видите, он стал больше атаковать. У меня не получается все привести вот в максимальную удобоваримую форму. Давай, чтобы максимальное здоровье было. Эггман. Вот, я начинаю немножко побеждать эту гребаную математику. Так, уже 2600, уже... Сейчас еще раз. Вот, 2800, пожалуйста. Готовимся, готовимся, готовимся. 2700, видите, меньше. Было 800, стало 700. Опять 700 пошло. До максимума поднять просто не получается. Наконец-то, господи. Все. Давай, вот, теперь удар наносим. Давайте еще наносим. Слежу, слежу за своей шкалой здоровья. Внимать. Меня... Мне надоело, что ты постоянно ремонтируешься. Но сейчас ты будешь страдать, как последняя сучка. Ну, все, то би пиза. Пиза. Ну, это пиза, это, понимаете, это пизанская башня, вот. А есть вот пиза. Вот, там же башня, она в пизе, вот. Он просто культурно обогащенный такой экзектор. Он был возле пизанской башни и очень впечатлен теперь этим, да? А как? Ударить? Не ударять? А, все, я понял. Зет надо нажать. Так, хорошо. Уклание. Слушайте. Что-то игра все жестче и жестче прям. Я, наверное, был разбивать на две серии. Я, наверное, ошибку совершил, что этого не сделал. Еще мутзон какой-то там идет такой суровый прям. Так, файт. Файт. Давай, файт. Отлично. Удар нанесли. Не, ребят, ну это кобзец. Надо... Я не знаю, где тут стоять-то, чтобы было спокойней. Чтобы спокойней жилось. Это, знаете, это... Тут это какой-то, блин, просто, не знаю, какая-то сраная афганская война тут происходит на наших глазах. И непонятно, куда вообще... Ой, так, шипы. Шипы еще, да? Кто-то там поет, охереть. Ой-ой-ой, какой-то... Какой-то непонятный Мерлин Мэнсон что-то шепчет. Файт. Слушайте, я могу не справиться. Он реально меня сейчас... Он меня реально сейчас поборет. Он реально меня сейчас поборет. И если это произойдет, то на этом я серию, пожалуй, закончу. А нет, смотрите. Наконец-то я получил полный контроль над душами. Ну, сейчас будет пиздец. Пиздец. А пиздец это такое латвийское имя просто, да. О, да, это произошло. Прошло нормально. Теперь можно сказать, что у меня сила бога. А-ха-ха-ха-ха-ха. Да, чувак. У тебя, знаешь, сила... У тебя есть сила бога дрочки, потому что что у тебя за руки такие? Я не понимаю. Поменьше бы им быть. Им бы поменьше бы быть. Так, ой, давай-ка... Так, подождите. Ну, ему там доста... Чё-то меня убили. Чё-чё-то меня убили немножко. Сохраняй гениальность. Декарт, христа. Ну, спасибо, что назвали меня гениальным. Ладно, смотрите. Я, наверное, продолжу уже в следующей серии, потому что я думаю, что еще минимум 15 минут игра, наверное, будет длиться. Учитывая, что я это пройду далеко не сразу. В следующей серии будем бомбить вот на этом вот моменте. Пока заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.